Екатерина Алексеевна Продолжалось строительство кораблей, продолжалось строительство городов и, конечно, Академия наук – это одна из таких знаковых историй. Также представлена тема токарни, токарни и конскамеры, потому что действительно это уникальный комплекс вещей, которые создавались руками самого царя, и Екатерина Алексеевна была свидетельницей этого. И, конечно, частенько в токарни сама захаживала к царю, и в токарни они, скажем так, проводили много времени. Ну а вещи из токарни можно увидеть на выставке. Это медальоны точеные с образом святой Екатерины, это из кости и дерева. Это, конечно, уникальная люстра, которую мы отреставрировали к этой выставке, и внутри люстры обнаружили автограф подлинный Петра Великого. Это, конечно, была такая сенсация для нас. Вот так что после реставрации впервые эта люстра паникадила из черного дерева слоновой кости, выточенная руками Петра 14 марта 1724 года, она будет представлена здесь на экспозиции выставки. Вообще, если говорить о Петре, руки у царя были всегда в мозолях, то есть к 25 годам он знал 14 ремесел. И вот этот царь-труженик, царь, скажем так, который не сидел никогда без дела, образ этого царя, конечно, здесь тоже читается, но все время я говорю, что все это в контексте именно Екатерины, его супруги, потому что она была его сподвижницей, она была его помощницей, и поэтому многое, что было создано и в Петербурге. Это создано было по указу Петра с участием императрицы, поскольку, и, опять же, украшение дворцов, загородных резиденций, приобретение различных мебелей, экипажей, все это, как бы, да, она курировала, и я могу сказать, что в идеале есть большие суммы, которые Петр доверял ей тратить, то есть, по большому счету, доверие было полным. И когда мы с вами будем ходить по этой выставке, мы увидим с вами замечательные гравюры того времени, увидим, как выглядел Петербург, как выглядели дворцы, где жила Екатерина и Петр Первый, мы увидим, опять же, свадьбу Петра Великого, гравюр Алексея Федоровича Зуба 1812 года. То есть, это все уникальные материалы, которые, по сути, позволяют нам представить и то время, и тех людей, и, конечно, саму императрицу, тогда еще, понятно, да, только ставшую женой царя Петра, вот. Но со временем настолько он привязался к своей жене, что вот это чувство нежной любви и трогательной заботы, конечно, они просто не могут не восхищать. И когда мы знаем ведь с вами, какой был Петр, он был достаточно жестким человеком, очень тяжелым в быту, вот, и характер был у него очень крутой, но Екатерина могла как-то вот так подстроиться, могла, опять же, воздействовать на него благоприятно. То есть, по сути, она могла его успокоить в часы таких вот очень тяжелых состояний. И ее логичное мышление, и логика ее, и вообще, как бы, ее вот это такое логичное размышление, как бы, приводило его иногда действительно в, ну, скажем так, правильное состояние духа, потому что он был очень скор на расправу, и многие, скажем так, остались, наверное, живы благодаря именно Екатерине Алексеевне, поскольку она их просто спасла от тяжелого гнева Петра Великого. Также можно будет увидеть нумизматический материал в большом количестве, то есть это жетоны золотые, это монеты, это траурные рублика, коронационные жетоны, то есть то, что, ну, является таким гордостью собрания Эрмитажа. И мы с вами можем увидеть работы и русских, и западноевропейских мастеров. Конечно, это было то, что было новым для России, поскольку ничего подобного до коронования Екатерины не производилось у нас в России. Ну и, конечно, на смерть Петра вот такие мемориальные, да, монеты и жетоны. Субтитры создавал DimaTorzok